всем привет вы снова на канале old dutchman с вами я владимир казарщук и сегодня я просто хотел бы затронуть тему избавление от сахара и влияние вот это вот избавление на ваш организм что с ним произойдет решила этой темы коснуться только потому что мне в рекомендациях на ю тубе вылетело одно видео одного там врача который говорит что утверждает что якобы если вы откажетесь от употребления сахара всего-навсего на две недели с вашим организмом произойдут необратимые последствия к лучшему может быть и так но буду развеивать этот миф постепенно во-первых первой неделе если вы отказались от сахара ваш организм получает необходимое количество сахара вырабатывая его из других продуктов питания которые вы принимаете в пищу вторая неделя ваши мозговые клетки получают сигнал о том что вам не хватает сахара и организм начинает потреблять внутренние резервы то есть перерабатывать жировые клетки вот эти все липиды в энергию заменяя вот этой вот энергией недостающие продукты получаемые с сахаром через две недели вы принимаете опять сахар при пьете кофе с сахаром и чай с сахаром и едите булки организм думать ну слава тебе господи наконец-то сахаров сейчас мы его заполним и недостающие резервы заполняются этим сахаром жирами жировыми клетками липидами конечном итоге ваш организм ничего не выигрывает что же пройдет произойдет с вашим организмом если вы не будете принимать сахар хотя бы три-четыре месяца подряд я вам сейчас скажу за такой короткий срок как две недели с вашим организмом не станет ничего не улучшится не здоровье не укрепиться ваш как бы иммунитет пищеварение не станет лучше если вы только две недели не будете употреблять сахар если же вы откажетесь от употребления сахара как я сказал на 3 минимум на 4 месяца ваш организм действительно начнет восстанавливаться со временем у вас пропадет изжога со временем восстановятся функции печени у вас уйдет избыток жировых клеток на нежелательных областях вашего тела допустим на боках или на животе при должном занятии физическими упражнениями спортом гимнастикой главное чтобы организм двигался у вас пройдет отдышка посмотрите или две недели поэкспериментировать и понять что это ничего вам не дало или несколько месяцев каждый выбирает сам для себя если же касаться именно вот кто-то может сказать да ладно иди ты нафиг у тебя там докажи на собственном примере или там приведи факты хорошо пожалуйста опять же касаясь именно себя как на собственном примере я вам могу утверждать сегодня уже по прошествии скажем так более чем семи месяцев я могу вам спокойно утверждать и настаивать на том что если вы откажетесь от употребления сахара вообще вы даже не прибегая физическим упражнениям сможете избавиться от лишнего веса то есть лишний вес вырабатывается у нас аккумулируется за счет поступления липидов за счет поступления дополнительной энергии наш организм если этой дополнительной энергии организм не получает то естественно он начинает перерабатывать внутренние резервы внутренние резервы это у нас жировые клетки и калории которые организм собирал так скажем на всякий пожарный и вот на своем личном примере я который раз уже вам говорю что вы можете посмотреть мне на канале различные видео по избавлению от лишнего веса нет никаких диет есть только желание есть только воля есть гимнастические упражнения из дыхательная гимнастика помогающая вам держать себя в тонусе ну и конечно же отказ полный отказ от сахара будь то просто сахар рафинать будь то не знаю булки какие-то сладкие сдобные мороженые конфеты или еще что-то просто-напросто откажитесь от этого сахара и сведите потребление хлеба на минимум ну не знаю процентов на 90 если если брать к примеру в день вы съедаете допустим там к примеру две булки или там пару кусков хлеба редуцируйте это так чтобы у вас от этого сегодняшнего рациона хлебного осталось буквально одна десятая часть и вот тогда вы действительно заметите какие у вас будут изменения в вашем организме происходить если вы будете следовать только этим двум правилам отказ полный от сахара и отказ от хлеба а то что многие утверждают врачи или диетологи или еще кто-то мол откажись только на две недели от потребления сахара и почувствуешь себя лучше откажись от потребления этого и почувствуешь себя лучше а потом можешь есть снова нет это все неправда это все не правда это временный эффект это можно сказать есть такое понятие у спортивных врачей и физиотерапевт шоковый эффект шоковая терапия то есть первые две три недели организм приспосабливается используя внутренние резервы а потом начинает восполнять эти резервы за счет других продуктов было как-то одно видео парень в течение четырех месяцев питался только одной пиццей покупал пиццу ел на завтрак ел на обед ел на ужин в конечном итоге он похудел на 20 килограмм многие говорят пицца это полезно может быть может быть но почему он похудел потому что поедая только одну пиццу он не ел никаких других продуктов он не ел ни мяса ни колбасы он не ел ни картошки он не ел ни салатов он не ел ни вервишели ничего кроме одной пиццы и может быть пил там может кофе может быть кока-колу я не знаю что он пил но факт остается фактом он четыре месяца ел только одну пиццу и потом развернул свою сумасшедшую рекламную кампанию по поводу того что от пиццы можно похудеть но ты так и так похудеешь даже если ты просто будешь есть один хлеб и пить просто воду стакан воды в день и кусок хлеба и от этого ты похудеешь еще сильнее чем от одной единственной пиццы я не имею ввиду одну маленькую пиццу взял разрезал поделен на четыре месяца нет он в день съедал может быть две может быть три пиццы завтрак обед и ужин но такие диеты до добра организм не доводит если хотите знать больше если хотите знать лучше чем другие оставайтесь у нас на канале подписывайтесь делитесь видео с друзьями следуйте моим советам потому что как говорится человек с опытом плохого не посоветует делитесь видео с друзьями всем удачи всем того же что и вы мне пожелали но в два раза больше с вами был я владимир пизарчук а